Привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему я не хочу жить в Скандинавии, хотя я ее очень сильно люблю. И для этого я приведу вам три причины, почему я точно никогда не буду там жить. Интересно? Обязательно досмотрите видео до конца. Ну а мы с вами начинаем! Меня зовут Инна, я дизайнер и иллюстратор. В данный момент я живу в Словакии, и это моя вторая страна в жизни в Европе. Также я несколько месяцев прожила и проучилась в Швеции. Успела поездить по Норвегии, по Финляндии немного и также была один раз в Дании. И из-за того, что я была много раз в Швеции и даже мне удалось там поучиться, у меня есть небольшое представление о Скандинавии как таковой, хотя, конечно, это не исчерпывающее мое знание, но я очень люблю как Швецию, так и Скандинавию в общем. Но есть три причины, почему же жить я там точно не смогу. И именно об этом я хочу с вами поделиться. Если вы меня еще не знаете, то в данный момент я учусь в Словакии на текстильного дизайнера. И на своем канале я обычно рассказываю о жизни в Словакии, либо о жизни в Европе, до этого я жила в Польше. Также рассказываю и показываю о путешествиях, если данные темы вам интересны. Обязательно подпишитесь на канал. Ну и поставьте лайк на данное видео. Ну а я начну, пожалуй, с самой большой проблемы для меня в Скандинавии. И это погода. Конечно, может показаться странным. Как бы можно потерпеть полгода темноты, холода, слякоти. И жить в прекрасной шведской стране, среди шведского народа, который настолько толерантен и приятен в общении. Но для меня погода является очень такой показательной частью моей жизни. Сама я родом с Уралы, из Екатеринбурга. И я думаю, вы можете представить, что для нас, для уральцев, погода в Европе очень сильно отличается. Именно у нас по 6 месяцев в году лежит снег, очень холодно. И, казалось бы, Скандинавия, наверное, идеальная страна для меня, чтобы туда переехать и жить. Потому что там тоже должно быть холодно. Но на самом деле все не так. Во-первых, в Швеции темнее, чем на Урале. В Швеции хоть и должно быть холодно. Но если говорить про сельные регионы, конечно, там тоже лежит снег и тоже холодно. Но климат сам очень сильно отличается. Если сравнивать климат Скандинавии и, допустим, климат Швеции, то можно его лучше сравнить с Санкт-Петербургом. Климат которого для меня совершенно не подходит. Потому что я не люблю постоянную слякоть. Я не люблю постоянную темноту. А из-за того, что зимой темно, а снега не оттуда, вы можете представить, что кажется еще более темное и угрюмое время года. Поэтому одна из причин, почему бы я точно не смогла жить в Швеции, это именно погода. Хотя летом ездить туда, мне кажется, самым идеальным вариантом, как провести лето. Кстати, об этом я уже снимала видео. Оно появится вот здесь. Вот обязательно сходите, посмотрите. Там я привожу топ-3 причины, почему шведские летние выходные будут самым лучшим для вас вариантом. Но помимо погоды, конечно, и климата, как такового в Скандинавии. Я думаю, если сравнивать три страны. Норвегию, Швецию и Финляндию. Плюс-минус они очень похожи. Я не могу судить за Копенгаген, все-таки он ближе уже к Германии. Так как я была там только один день, это было в мае. Но если брать такое общее понимание о Скандинавии, все-таки погода является большой проблемой. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о скандинавской погоде. И смогли бы вы жить в стране, где полгода темнота и слякоть. Вторая причина, почему бы я никогда не смогла ужиться в Швеции, это шведский менталитет. Я не говорю, что он плохой. Я очень люблю шведов. Мне очень приятны шведские знакомые и друзья, которые у меня есть, и которые у меня остались еще со времен моей учебы в языковой школе. Но все-таки я заметила, что они более закрытые и очень сложно сделать действительно друзей среди шведского коренного населения. Все-таки они больше уже привыкли общаться между собой. Конечно, язык в какой-то части также является проблемой. Когда ты не знаешь язык той новой страны, куда ты переезжаешь, труднее влиться в местный менталитет. Об этом я также уже обсуждала и размышляла на своем канале. Видео прикладываю вот сюда, и оно также будет в комментарии. Если вдруг вам интересно мои размышления на тему, как же социализироваться в новой стране, обязательно посмотрите. Но что же касается шведов. Думаю, как шведы, так и норвежцы, так и финны. Они имеют свой закрытый тип личности, с которым все-таки не так легко сойтись с тем, кто выходцы, допустим, из славяно-язычных стран. Я заметила, что когда я училась два месяца в шведской школе, я изучала шведский язык, и там были только шведы. Естественно, они мне все очень сильно помогали. Они были очень добродушны ко мне и всегда отвечали взаимностью, когда я хотела с ними пообщаться. Но так как язык, уровень языка у меня был не очень высокий, естественно, наше общение обычно складывалось довольно поверхностно. И я с трудом могла улавливать те какие-то темы общения, которые они имели между собой, и, к сожалению, не могла в них участвовать. Что, естественно, сказывалось на том, что между нами потихонечку возникала дистанция. Как бы хорошо они ко мне не относились. Возможно, я смотрю с этой стороны именно только со своей точки зрения. Возможно, вы взгляните на шведский менталитет с другой стороны. Потому что я знаю примеры, когда русскоязычные люди, переезжая в Швецию, находили там себя. Но я говорю о своем личном опыте, о том, как я воспринимаю мир. И все-таки шведский менталитет и люди там для меня кажутся более закрытыми и сложными для общения, для того, чтобы завести друзей. А общение и социализация для меня очень важны в любом месте, где я нахожусь. Поэтому вторая причина – это все-таки менталитет и то, что я себя там, к сожалению, не вижу. Кстати, забыла добавить, что помимо закрытости скандинавов, можно выделить их очень характерную черту. Их педантичный склад характера, который порой может показаться скучным или даже тяжелым для переезжающих. Если судить по шведам, то, как и в любой культуре, у них есть свой культурный код и привычки, выработанные веками. Любители планировать все наперед и точно следовать плану. Некоторые занудства в каждодневных вещах лично мне кажутся той вещью, привыкнуть к которой я точно никогда не смогу. Конечно, это мое субъективное мнение, но если вы успели заметить что-то подобное в характере скандинавов, обязательно поделитесь этим в комментариях. Ну и третья причина, которая, возможно, волнует почти что всех, кто планирует переезжать на новое место жизни и выбирает новую страну, это все-таки дороговизна и сложность в легализации в Швеции. Будучи студентом, я размышляла над тем, что я хочу продолжить свое обучение на магистратуре в Швеции. Я поступала в шведский университет, я учила как шведский, так и английский язык. И в конце концов, поступив в университет, у меня был второй шаг. Мне нужно было достать стипендию, которая бы покрыла мое обучение в Швеции. Так как обучение в Швеции с 2007 или 2005 года, я точно не скажу точно, стало платным для всех не членов Евросоюза, всех жителей третьих стран. А стоимость обучения в Швеции, ну, очень дорогая. Плюс еще переезд, плюс, в принципе, более высокий уровень жизни и цены. Все это накладывало большую проблему на то, что я не видела себя, не видела вариантов переезда в Швецию по учебе. Конечно, вы можете сказать, Инна, ну, ты художник, ты дизайнер, ты можешь найти себе работу там. Да, такое тоже возможно, но судя по себе и потому, как я искала какие-то варианты работы там, к сожалению, ничего найти я не смогла, как дизайнер. У меня нет того уровня образования, которое ищут шведы. Также у них уже достаточно хороших дизайнеров, как со Швецией, так и со всей Европы и мира. Поэтому пройти такую вот компетенцию в моей среде было очень сложно. Конечно, если вы вдруг айтишник или высокий специалист, который требуется в Швеции для вас, это не будет большой проблемой. И лучше всего, конечно, переезжать в новую страну, тем более в Скандинавию, именно по работе, а не по учебе. Потому что, когда ты едешь по учебе, конечно, ты можешь работать, но, опять же, проблема с высокими ценами, проблема с оплатой образования, это очень большой стоп для тех, кто планирует переезжать в страны Скандинавии. К слову, если говорить не только о Швеции, я знаю, что в Норвегии есть бесплатное образование на норвежском языке, но нужно показать очень большой счет, количество денег на вашем счету. Только тогда власти Норвегии могут дать вам визу, по которой вы можете поехать и учиться в Норвегию. Но также, не могу точно судить, но я слышала, что есть большие сложности для отучившихся в Швеции студентов, которые хотят остаться там дальше и работать. Поэтому вот вам еще одна сложность в копилочку по переезду в Швецию. Но, как бы то ни было, Швеция и Скандинавия, в общем, для меня являются чуть ли не самым лучшим местом на Земле. Но, учитывая все ее плюсы, о плюсах я уже говорила в других видео, если вдруг вам интересно, я приложу вам плейлист про жизнь в Швеции. Так вот, несмотря на все эти плюсы, минусы, к сожалению, перевешивают. И мое желание переехать в Швецию потихонечку улетучилось до последних лет 5. И в данный момент я нашла себя в Словакии. Меня здесь очень нравится. Поэтому, если вдруг вы также размышляете, куда ехать и не знаете, куда ехать, я вам предлагаю для начала ознакомиться побольше с моим каналом. Вдруг Словакия вам тоже очень понравится. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Огромное спасибо, что смотрели данное видео. До новых встреч и пока-пока!